Марк, вопрос к вам. Какие вы ожидаете итоги этого визита? У Путина не так много в последнее время все-таки иностранных визитов, настоящих. Вы знаете, это особенный визит даже в условиях изоляции. Все-таки Путин посещает какие-то страны. Вот был Саудовская Аравия, Арабских Эмиратов, в Китае, конечно, ездил. Но дело в том, что именно поездка в Северную Корею, это поездка к союзнику. Ну, как, я не знаю, Гитлер к Муссолини поездил. Ну, или там, не знаю, или в Японию, Хирохита, или что-нибудь в этом роде, понимаете? То есть, здесь по существу имеет место визит к военному союзнику. Именно военному союзнику. Ну, как если бы он в Тегеран съездил, например, Путин и так далее. И в силу этих причин мы предполагаем под этим не просто какой-то дипломатический обмен. И даже те вопросы, которые вы перечислили формально, которые протокольно будут обсуждаться. Понятно, что Корея, Северная Корея находится в режиме санкции. Россия поддерживала в силу нарушения Кореи, значит, всех международных обязательств мыслимых, немыслимых. Это всё понятно. Это точно есть. И наверняка поставки взаимные. С одной стороны, технологии России может их поставлять в Северную Корею. А обратно непосредственно со складов оружия. Вероятно, боеприпасы какие-то, ракеты и так далее. Потому что Россия в них остро нуждается. Сейчас Россия не в состоянии отдавать какое-то оружие. Оно необходимо оружие и боеприпасы непосредственно на фронте в Украине. Но я бы сказал, что, наверное, будут обсуждать и то, что в глазу не видно, а о том, что публично и скажут. Вот знаете, ну это лично моё мнение, никому не навязываю. Просто предлагаю это над этим подумать. Вот я считаю, что с 7 октября 2023 года, когда имели место события в Южном Израиле с нападением Хамас на Кибуцы в этом районе из сектора Газа, вот Путин увидел эффективность, да, разветвления проблем глобальных по части увеличения числа конфликтов и открытых фронтов. И он увидел, что это эффективно, потому что, если вы заметили, позиция как сильно менялась у Соединённых Штатов в отношении Израиля под внутренним давлением, подчеркиваю, внутренним давлением, ну с учётом, что там идут выборы. Поэтому я не исключаю, что этот визит, он сильно поспособствует дальнейшей эскалации на границе между Северной и Южными Кореями. Я бы этого тоже не исключал. Ну, как бы логично, если бы появился ещё третий конфликт, если бы обострение дальше пошло между Тайванем и континентальным Китаем, да, это же очень выгодно для украинской проблемы. Ну, знаете, когда у вас масса проблем, надо затыкать тысячу дырок, то ты уже не думаешь, чем затыкать одну, даже если это самая большая пробоина. И Запад может сказать, слушайте, давайте согласимся на условия Путина, обнародованный план, нам надо затыкать дырки на Ближнем Востоке, потом ещё и в Юго-Восточной Азии и так далее. В Юго-Восточной, кстати, ситуация весьма напряжённая, если послушать заявление китайского МИДа в отношении Соединённых Штатов и в их лице Запада, то, мягко говоря, ещё неизвестно, как всё обернётся там. Потому что Китай очень напряжён в связи с активностью по созданию АУКОС, в связи с тем, что в общем и целом серьёзно, ну, конфиденциально пока тайно обсуждается вопросы распространения ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, да. Там ведь только ядерным оружием обладает Китай, как раз Северная Корея, две страны. Ну, Северная Корея, масштаб её понятен, не сопоставимый с Китаем, у Китая, говорят, да, трёхсот и больше боеголовок. Ну, наверное, сейчас уже гораздо больше, они просто не делятся информацией, публично и не публично. Проблема заключается в том, что если такое же оружие появится у Южной Кореи, ядерное оружие, у Тайваня, у Японии, у Австралии, например, а почему нет? Естественно, оно появится, там есть свои технологические возможности, но кто сказал, что Запад сам не передаст эти ядерные технологии для создания там какого-то количества боеголовок, какого-то количества ядерных зарядов, в случае если будет очевидным возможность нападения Северной Кореи на Южную Корею с использованием ядерного оружия, в конце концов нападение Пекина на Тайвань и так далее, то есть это сильно напрягает Китай. Северная Корея, ну, в общем и целом, остаётся объектом патроналистского влияния самого Китая. То есть, несмотря на все заявления о некой самостоятельной линии поведения внешней, всё-таки Хиньян с оглядкой на Пекин взаимодействует с Россией, конфликтует с Западом и так далее, не переходя каких-то границ, потому что это точно ударится по Пекину тоже. Вот в частности тем, что если непродуманные разного рода действия провокационного характера Пекина приведут к тому, что ядерное оружие появится в этой части света у других стран, то роль Китая, она сильно изменится. И поэтому, на мой личный взгляд, Путин ведёт весьма такую чувствительную игру в Юго-Восточной Азии. Он же ещё во Вьетнам, кстати, поедет. Но Вьетнам – это несколько другая история, отличная, несмотря на коммунистическое прошлое. Это весьма специфическая страна. Я, кстати, там когда бывал, я бывал во Вьетнаме. Ну, в общем и целом, эта страна, так сказать, даже когда я там был, это было там, может, 10 лет назад, кажется, да, но это уже страна была на переходе из состояния прежнего коммунистического, так сильно уже продвинулась в сторону рынка. А уж сейчас и говорить нечего. Там сильно влияние Америки, кстати сказать, и ряд других стран. Почти нету китайского влияния. Вы знаете, что Китай воевал в своё время, в конце 70-х, Светнам. Но, тем не менее, мой вывод, он заключается в том, что Путин хочет поджечь этот регион. Вот моё такое мнение. Ну, в поддержку вашей гипотезы выступал и Дмитрий Медведев, который так давно говорил о том, что будем гадить вот везде, где можем, троллить самые страшные кошмары и страхи Запада будем превращать в реальность. Поэтому вполне можно. Ну, а как вы думаете, как Запад наблюдает за этим визитом? С какими чувствами, с какими мыслями? Я уверен, что Запад очень внимательно наблюдает. Очень внимательно. И предъявит он не Москве. С Москвой уже всё ясно, там уже нечего предъявить. Пекину предъявят. Если что-то будет такое, пойдёт не по сценарию, такому более спокойному, стабильному, без всяких резких движений, предъявят именно Пекину, скажут, ну, слушайте, всё-таки Северная Корея находится в зоне вашего влияния. Вы когда-то ей бомбу подарили по существу. Ну, там технологии они дали, и бомбы в конечном итоге. Ну, как бы вы за них отвечаете. Если Северная Корея притвинет какие-то шаги, ну, тогда будут ответные. Я думаю, что да, Запад сохраняет. Тем не менее, несмотря на конфронтационный сопернический характер отношений между Пекином и Вашингтоном, сохраняет всё-таки эту коммуникацию. Слушай, там недавно Блинкин был. Блинкин же не может в Москву поехать, а вот в Пекин может. И с этой точки зрения, безусловно, и, конечно, Китай будет отдёргивать Пхеньян от любых ауентеристических шагов, которые тому будет советовать Путин. Кто-то скажет, ну, вот не попрёт против Китая Путин. Ну, как-то вот противоестественная его вассальная зависимость от Китая сейчас такова, что конфликтовать вот по такому зыбкому сценарию, по такому плану, да, вот нового очага войны Путин не будет. А с другой стороны, ну, понимаете как, Путин будет использовать все возможности для того, чтобы не проиграть, скажем так, войну в Украине. И если для этого понадобится даже в каком-то случае разойтись с Пекином, ну, чтобы не проиграть, потому что цена проигрыша, это, в общем-то говоря, понятно, очень высокая. И это и для Пекина будет весьма существенным доводом, чтобы каким-то образом изменить отношение к Москве, потому что проигравшая Москва – это объект, это еда для хищника, понимаете. Так что Путин, в общем, готов даже в каких-то вопросах пойти на более авантюрный план действий. И Северная Корея действительно нуждается много в чём. Кстати, в продуктах питания, вот почему-то это всегда опускается, у них всё время не урожая, там риса нет. Ну и понятно, распорядительная экономика не сильно способствует эффективности в целом и повышению продовольственной безопасности, поэтому там много, на чём можно договориться. Ну и ракетные технологии их интересуют, чтобы доставка их ядерных боеголовок долетали, а не падали эти их ракеты в море до США, до Калифорнии, до, так сказать, пределов её западного побережья. Так что у Северной Кореи тоже есть заинтересованность и в военных вопросах, и экономических чисто, и продовольственных, и всяких других. Да, ну в общем, действительно, на наших глазах буквально создаётся ойзла. Марк Фейгин, юрист и блогер.